дорогие преданные мои поклоны дорогие гости напишите как слышно меня как видно меня зовут рупор гунат хадас мы с вами сегодня продолжим читать шиман багавад гиту на сегодня 4 глава с комментариев его божественной милости на чьи бактивданта своим пропады прекрасное чтение так вот выглядит в активном то саду с вами ухода шурупана киджай да спасибо большое я вижу что вы меня слышите поэтому давайте мы с вами для настройки на духовное общение на чтение священного писания споем небольшой киртан святое имя решим маха мантру на моум вишну падая кришна прештая бугуттале сримати бхакти веданта свамин и чинамине намасте сарасвати деве гауравани прачарине мир вишеша ашуня вадди парсяця дешатарине дайя шри кришна чайтанья прапху нитянан дам шри адвайта гдададхара срива саджи гора бхактивриндам жая шри кришна чайтанья прапху нитянан дам шри адвайта гдададхарам срива саджи гора бхактивриндам жая шри кришна чайтанья прапху нитянан дам шри адвайта гдададхарам срива саджи гора бхактивриндам аре кришна аре кришна кришна каре ха 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 х Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девятнадцатый стих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцатый стих Девятнадцатый стих Прочитаем санскрит Девятнадцатый стих 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 И вкратце, там, третья глава, да, пройдемся, и Господь рассказал о том, что человек так или иначе обречен действовать, да, он не может отречься от деятельности, почему? Потому что есть материальная природа, есть материальные чувства, да, органы деятельности, и воздерживаться от каких-то действий, имеете чувство, очень сложно. Ну, практически невозможно. И Кришна говорит о том, что человек, который внешне отречен, но внутри сохраняет материальные желания, да, он просто называется притворщиком. И Господь рассказывает эту систему, которая устроена по его замыслу, система для всего человеческого рода, для всех разумных живых существ, а также полубогов и система жертвоприношений, да, как акт вселенского такого взаимодействия, да, как способ и принцип продвижения на духовном пути, возвышения своего сознания. И в различных аспектах обсуждает деятельность в отречении. И в конце концов у Арджуны появляется вопрос, а что же мешает человеку действовать на уровне разума, да. То есть, вроде бы, Арджуна совышается с Кришной, он убеждается в том, что, ну, как-то не очень руководствоваться просто желанием получить желаемый плод, и в конечном итоге этот желаемый плод потратить просто на, ну, употребить его, да, ради собственного удовольствия. Ну, и кажется, что на этом весь акт и смысл будет окончен, вот. И, ну, видимо, поразмыслив, да, и у нас может появиться такой вопрос, да, ну, если так все просто, как казалось бы, да, то почему так сложно? То есть, если бы так было все просто, ну, почему люди, хотя бы единожды услышав об этом и воспринимав это знание, это послание, да, всерьез, не могут просто соблюдать это и исследовать этому? И, ну, ответ простой, но одновременно и сложный, причиной этому является вожделение, и надо понимать, о каком вожделении идет речь, и Кришна разъясняет, что это вожделение, это, ну, фактически материальное сознание, которое заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и его потребностями, и оплотом этого сознания являются чувства, ум и разум, вот. И третья глава заканчивается на формуле, которая помогает человеку осознать себя выше этих трех материальных субстанций, да, материального тела, которые связывают нас с материальным сознанием. Он говорит, что над чувствуемым разумом стоит она, душа, собственно, это то, откуда исходит все сознание, все желание наслаждаться. И вот для того, чтобы обрести способность действовать в отречении, действовать не ради наслаждения, не ради плодов, а ради высшей цели, необходимо ощутить себя или осознать себя душой, да, ни много ни мало. Ну, вот теоретически нам дано такое представление, теперь попробуем все-таки разобраться на практике, что же это такое. Итак, Кришна говорит, для того, чтобы преодолеть эти вузы, в общем, нужно вырушиться мечом знания. И четвертая глава называется «Божественное знание». Кришна говорит о том, что Он эту науку поведал еще на заре творения, Богу Иосвана, и, в общем, оно очень долго уже существует в человеческом обществе, и передавалось из поколения в поколение праведных царей по линии кшатриев. Но так или иначе, был утеряно в первозданном виде, в том, в каком это было передано изначально. И одна из причин, по которой Кришна явился на планету в это время, заключается в том, чтобы восстановить это знание и передать его снова в том виде, в котором этому знанию суждено существовать, которому суждено следовать для того, чтобы праведные люди могли продвигаться вперед и показывать соответствующий пример. Такой краткий экскурс. И давайте попробуем все-таки погрузиться больше в смысл стиха, попробуем разобраться, с чем же связывает, да, как же связана между собой деятельность в отречении от плодов, с самим знанием об этом, да, и о том, что Кришна говорит, что действуя таким образом, человек, да, мудрицы говорят, что человек сжег все последствия своих действий, да, в огне этого же самого совершенного знания. Комментарии Шалурпады, Шалурпады Киджай, только тот, кто обладает совершенным знанием, может понять действия человека, развившего в себе сознание Кришны. О чем говорит Шалурпада, да, с этого он начинает, да, то есть, что сложного понять в действии. В действии человека, ну, который действует, мы же видим, да, вот, надо обратиться к предшествующему стиху, да, и Кришна до этого говорил, что тот, кто видит бездействие в действии, в действии в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и знание разнообразной деятельностью. Если мы обсуждаем тему деятельности в отречении от ее плодов, да, то она неразрывно связана с темой последствий, да, этой деятельности, потому что плоды это не что иное, как законодательное следствие действий, да, совершенное с определенным мотивом. Вот, поэтому, если обсуждать плоды, то плоды деятельности не бывают, там, трех видов, да, грубо говоря, желательные, нежелательные и смешанные, вот. И в этом смысле, конечно, для, наставление для обычных людей, оно заключается в том, чтобы дать знание людям о том, как избежать нежелательных последствий, да, нежелательных плодов. Потому что материальное сознание в отсутствии, ну, элементарного представления о том, как устроен материальный мир и что такое закон кармы, в конечном итоге приводит человека на путь и на дорогу греховной деятельности. Потому что вожделение, о котором мы говорили, оно работает таким образом, что его невозможно удовлетворить. И чувства, да, в которых коренится это вожделение, да, со временем начинают преобладать над умом и разумом, и человек теряет способность контролировать это, и желание наслаждать чувство, да, наслаждаться, оно становится непреодолимым. Да, и в конечном итоге человек теряет разум, да, и пускается в материальное наслаждение, невзирая на том, каким путем он получает возможность наслаждаться. И в конечном итоге это приводит его к греховной деятельности, когда ему не важно, за чей счет, какой ценой он получает средства и возможности для того, чтобы выжить по принципу ешь, пей, гуляй, веселиться, после нас поток. Да, вот, но также это знание универсальное, и оно обращено и к тем людям, которые достаточно разумны и с материальной точки зрения очень разумно распоряжаются тем ресурсом, который им дал, дан, и понимают, что наслаждаться любым путем, ну, это неблагоприятно, да, это влечет катастрофические последствия для их судьбы. Уже в рамках этой жизни можно познать незавидную судьбу, да, в конечном итоге оказаться либо на больничной койке, либо за решеткой, либо закончить жизнь преждевременно. Вот, поэтому есть определенные принципы и правила, которым миряне следуют, да, но по сути своей мировоззрения и цели жизни первой группы людей, которые живут греховно, и второй группы людей, которые живут, соблюдая правила, оно практически ничем не отличается. Ну, за исключением только средств достижения, да, этой цели. Вот, но мотив, он один и тот же. Наслаждать свои чувства и жить ради материального удовольствия. Поэтому с тратинентой точки зрения разницы нет, да, вот. Ну, и есть люди, да, которые находятся в промежуточном состоянии, но и они получают смешанные плоды. Но Кришна, который говорит о том, что высшей деятельностью, деятельностью разума, да, в отречении от плодов является той деятельностью, которая вообще не создает последствий, да, то есть не создает последствий кармических, да, называется акарма. И это является критерием понимания того, о чем говорит Кришна, когда говорит о том, что нет иных желаний, кроме как исполнения долга. А в высшей формулировке это служение, это посвящение плодов сознанию Кришны, посвящение деятельности ради удовольствия Верховного Господа. И вот вернемся к вступительному слову Шилпарпаду в комментарии. Да, Шилпарпад говорит, только тот, кто обладает совершенным знанием, может понять действия человека, развившего в себе сознание Кришны. То есть о чем это говорит, что в принципе руководствоваться представлениями о том, как внешне проявляется деятельность человека, да, пытаясь осознать, что такое деятельность в отречении, да, ну, неправильно, да, потому что выглядит она, ну, одинаково, да. Человек, обладающий сознанием Кришны, человек, который действует ради ее плодов, внешне будет действовать одинаково, да, поэтому Арджуна и находится в неком замешательстве, потому что он хочет все-таки понять, да, и его сознание стремится, все-таки нащупать эту разницу, и разница это именно во внутреннем понимании, понимании мотивов человека, да, который занимается этой деятельностью. Продолжим. Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания. Знание о том, что по своей природе он является вечным слугой верховной личности Бога. Давайте попробуем еще раз, да. Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания. Знание о том, что по своей природе он является вечным слугой верховной личности Бога. И вот здесь вот может родиться вопрос, по крайней мере у меня периодически рождается вопрос, да, там, что первично, да, первично избавиться от последствий, как бы, своей деятельности, да, что даст возможность заниматься чистым преданным, ну, чистым преданным служением, да, служением верховной личности Бога. Или же, например, следуя примеру того чистого преданного, да, слуги Бога, стараясь действовать с чистым мотивом в отречении, как бы, эта фраза будет применима, ну, будет применима и закономерно в этом случае тоже, да. Да, можно будет сказать, что в огне этого знания, да, сгорели все последствия, хотя последствия как таковые они остаются, да, потому что есть материальные желания, да, и мы понимаем, что не так просто, ну, отречься от них, да, не существует, мы уже это разбирали. Вот, напишите, пожалуйста, как вы считаете, человек, который внешне и внутренне, там, мотивом стремится действует бескорыстно, да, в отречении от плодов, можно ли назвать, что просто сам факт того, что он стремится практиковать это, говорит о том, что он обладает духовным знанием, которое, ну, в конечном итоге приведет к тому, что он сожжет все последствия своей предыдущей жизни, предыдущей деятельности. Вот, что вы об этом думаете? Это первый вопрос, который мне хотелось вам задать. Второй вопрос, знаете, вот я размышлял, когда на тему, о чем бы мне хотелось, ну, какую тему мне хотелось бы поднять в связи с этим стихом, у меня появился вопрос, да, вот Шилпурпад говорит, что человек, о человеке, который не стремится наслаждать свои чувства. Вот, ну, вот в материальном мире, вот как вы себе это представляете? Я вот попытался представить себя вне этого интереса, и у меня возникли, ну-ка, кое-какие сложности с этим, потому что я понимаю, что даже деятельность, предписанная, да, шастрами, предписанная в поклонении, да, в следовании, в исполнении религиозных обрядов, в нашей традиции, она все равно так или иначе связана с исполнением долга ради поддержания этого тела. Вот, и деятельность, и потребность тела, они направлены на удовлетворение желаний, да, ради того, чтобы поддержать жизнь в этом теле. И вот все-таки интересно, как в этом смысле соотносится желание, да, мои желания, вот, и желание служить Богу, Верховному Господу. То есть, я вот в своих размышлениях стал думать о том, как все-таки соотносится желание Верховного Господа с желаниями живых существ, которые стремятся служить Ему. Как вам такая тема? И последнее, да, о чем Шил Пропада пишет, только тот, кто понял эту истину, обладает полным знанием, подлинным знанием. Это знание подобно огню, который вспыхнув, сжигает до тла все последствия нашей деятельности. Ну, другими словами, человек, который понял, осознал, да, об этом знании идет речь, осознал свою истинную природу, осознает себя вечным слугой Верховной Личности Бога, только тот, только такой человек, да, окончательно до тла сжигает все последствия своей деятельности. Ну, имеется в виду материальной деятельности, да, потому что трансцендентная деятельность, она не имеет последствий. Вот, как вам такое бытие? Деятельность, которая не создает последствий. И вот размышления на тему желаний и мотивов в деятельности меня привело к третьей песне Шамадбагава, там, третья песня, глава 28, стих 35, вот здесь интересно написано. Полностью очистившись от материальной скверны, да, другими словами, полностью очистившись от влияния гун материальной природы, да, то есть, или, другими словами, полностью очистившись от последствий своих деятельностей, да, и отстранившись от материальных объектов, ум живого существа становится подобен пламени светильника. В этом состоянии его ум соединяется с умом Верховного Господа, ну, да, и вырвавшись из потока взаимодействующих друг с другом материальных качеств, живое существо осознает свое единство с Господом. То есть, это сознание, единство с Господом, это как раз, похоже, вот эта вот ступень, в котором человек или, ну, или живое существо способно по-настоящему осознавать себя вечным слугой Господа. Интересно, да, что сравнивается это с пламенем светильника. Надо сказать, да, с пламенем светильника в безветренную погоду, да, то есть, это, есть даже такой вид медитации, где для достижения наивысшей концентрации с помощью глаз, да, медитация как бы на пламя, да, свечи, например, да, сосредоточение органов восприятия на чем-то, ну, неподвижным, да, который не колышется, но при этом это не является статической, как бы, или проявлением там неживой природы, да, скажем. То есть, это не камень, который, ну, никогда никак не пошевелится, да, то есть, это стихия, вот, но которая пребывает в спокойном состоянии, да. Примерно с этим можно сравнить деятельность ума, вот, который в обычном состоянии, да, в неконтролируемом состоянии, он мечется просто как животное по клетке, да, можно еще такое сравнение. Но для того, чтобы достичь состояния полного очищения от материального скверна, оно сравнивается как раз с состоянием ума, подобного пламени свечи, да, светильника. Вот. Вопрос теперь, да, вот вопрос про положение слуги Господа, да, который чувствует и осознает свое единство с Господом, да, как же он, как же он переступает непринужденно, да, естественно, переступает границу и порог, и не приходится на силу своего ума, сосредоточения и разума, да, удерживать себя от деятельности ради плодов, для того, чтобы наслаждать свои чувства. Да, совершенно непринужденно, это получается у тех, кто уже осознал себя единым с желаниями Господа, и, ну, единым с ним, с его бытием. Шубарпада в комментарии пишет, в материальном мире деятельность ума сводится к тому, чтобы принимать и отвергать. Да, помните о том, что Арджуна спросил Кришну о том, что же мешает живому существу действовать правильно, разумно, вот, и Гришна говорит, что на греховную деятельность его толкает вожделение, да, и оплотом вожделения является ум, да, среди прочего. Вот, и здесь Шубарпада пишет об уме. Когда ум преломляется через материальное сознание, его нужно заставлять медитировать на верховную личность Бога. Дается путь абхяса, каким же образом можно подчинить умы и достичь состояния, когда оно подобно пламени свечей. Усилием воли, да, то есть контролем разума, который стоит над умом, да, через желание, сильное, да, сконцентрированное желание души, которое стоит над разумом, да, о чувствах вообще речи не идет, да, чувства полностью подчинены. Его нужно заставлять медитировать на верховную личность Бога. Но если человек развил в себе любовь к верховному Господу, его ум непроизвольно погружается в мысли о нем. Вот и ответ, пожалуй. То есть есть начальная стадия, да, когда мы пытаемся силой своего разума действовать, отрекаясь от плодов, да. И на практике это, ну вот, по крайней мере, у меня, да, как это выглядит. Я пытаюсь всеми своими желаниями, фибрами души заработать на безбедное существование себя и людей, которые от меня зависят. Но когда приходит время делить плоды, да, я должен до какой-то степени, да, до определенной для меня степени значимой, да, посвятить часть плодов верховному Господу, да. Вот. И так выглядит начальная ступень в практике бхакти-йоги. Совершенной ступенью является развитие любви к Богу, да, и оно позволяет непроизвольно погружаться в такую деятельность. Непроизвольно. Вот и секрет. Нужно разбить любовь к Богу. В таком состоянии йог думает только о том, чтобы служить Господу. Состояние, в котором ум человека находится в гармонии с волей верховной личности Бога, называют нирваной, или единением ума с верховным Господом. Лучший пример нирваны приведен в Бхагавадгите. Вначале намерения Арджуны расходились с намерениями Кришны. Да, это то, о чем мы с вами обсуждали, да, в третьей главе, во второй главе. Кришна хотел, чтобы Арджуна сражался, но Арджуна не желал делать этого. То есть желания Арджуны противоречили воле Кришны. Поэтому Арджуна в начале третьей главы спросил его, почему, если ты мне говоришь о бхакти-йоге, и мне кажется, что я ее понимаю, да, ты все равно мне говоришь о том, что я должен сражаться. То есть твоя воля иная, чем моя. Но после того, как верховный Господь рассказал ему Бхагавадгиту, Арджуна подчинил свой ум воле Кришны. Такое состояние называется состоянием единства. Однако это не значит, что Арджуна или Кришна лишились своей индивидуальности. Да, вот интересный момент. Помните, я вас спросил о том, что, а вот как вообще выглядит состояние живого существа, которое действует и при этом не желает, как бы, ну, плодов, ну, вот в материальном мире. То есть как это выглядит. То есть тогда чего он желает, тогда что движет им, какой у него мотив. И, ну, первая ошибка начинающего йога или любого человека, который пытается заниматься духовной практикой, он пытается понять, чего же он желает, если он не желает мирского, материального. И он не может найти ответ, да, потому что кажется, что ничего кроме мирского он не желает. А если от мирского всего нужно отречься, чтобы достичь совершенства, то получается, нужно прекратить деятельность. Это типичная ошибка, от которой нас Господь уберегает. Благодаря страницам Бхагавадгиты, поведенной Божественной песней, мы об этом узнаем, имеем возможность на практике прочувствовать состояние Арджуны в условиях, ну, там, вселенской, да, войны, всемирной войны, да, глобальной масштабного сражения. Почувствовать, как с этим справляется Арджуна. И все начинается с подчинения ума воле Кришны. То есть, другими словами, нужно вывести ума, скверненный материальным сознанием, на чистую воду. Потому что Арджуна же искренне полагал, что ему не нужны плоды этого сражения, поэтому он готов был отказаться от сражения. Он же истинно полагал, что, не желая плодов от сражения, единственный путь – это отказаться от сражения. Но Кришна ему говорил о другом. Он говорит, мотив-то твой правильный, плодов тебе не нужно, но отказываешься, ты как глупец. И что его толкало на такие выводы, на такой образ действий? Ум, который был заражен вот этим материальным сознанием, да, который, как казалось Арджуне, он его контролирует, да. Но на самом деле в этом кроется обман. Ум очень сильный, и как раз таки он контролирует очень часто нас, заставляя нас совершать ошибки, заставляя нас действовать либо ради плодов, либо когда есть понимание, что мы желаемых плодов не получим, да, просто отрекаться от них под видом какого-то там благодетельного мотива. Однако это не значит, что Арджуна или Кришна лишились своей индивидуальности. Этого не способны понять философы Майеваде, которые считают, что достижение единства подразумевают утрату индивидуальности. Почему Шелуп Раппадо говорит здесь о философах Майеваде? Это очень важно. Давайте, ладно, дальше продолжим, если что, вернемся, да. Но из Бхагавадгиты следует, что единство с Господом не означает потеря индивидуальности. Потому что Шелуп Раппадо об этом очень прекрасно напишет. Когда ум живого существа полностью очищается, и оно развивает в себе любовь к Богу, его ум становится умом верховной личности Бога. Когда ум живого существа полностью очищается, и оно развивает в себе любовь к Богу, его ум становится умом верховной личности Бога. В это время ум перестает действовать независимо. Все действия такого ума продиктованы стремлением исполнить волю Господа. Но при этом мы помним, что Лупарпад написал, что это не означает, что личность перестает существовать. Это не означает слияние с умом Господа. Это означает, что ум заинтересован и направлен только на достижение одного – желание удовлетворить Господа. Освобожденная индивидуальная душа не занимается ничем другим. Пратиниврита гуна парвахах. В обусловленном состоянии ум живого существа всегда занят деятельностью, которую ему навязывают три гуны материальной природы. Но когда предан достигает трансцендентного уровня, материальные гуны перестают оказывать влияние на его ум. И Кришна тоже в предшествующих стихах 4 главы говорил о том, что человеческое общество разделил таким образом в соответствии с природой людей и влиянием гун на него. И дает он оставление ему о его долге, и что будет являться деятельностью ради исполнения его долга именно для его варны. То есть для того сословия, к которому относится Арджуна. Потому что на разные варны по-разному влияют гуны материальной природы. И они по-разному определяют ту деятельность, которой должен человек заниматься, исходя из долга. Такой преданный думает только о том, как исполнять желания Господа. Это высшая стадия совершенства, которую называют нирваны или нирвана мукти. И ум живого существа, достигнув ее, освобождается от всех материальных желаний. Когда лампа разбивается или в ней заканчивается масло, она гаснет. Однако с научной точки зрения пламя в этом случае не исчезает, а переходит в потенциальное состояние. Так действует закон сохранения энергии. Аналогичным образом, когда ум перестает действовать на материальном уровне, его деятельность меняет свою форму и переносится в сферу интересов Верховного Господа. Этот стих позволяет понять концепцию прекращения умственной деятельности, которая занимает важное место в философии Маевады. Прекращение функционирования ума означает прекращение деятельности, оскверненное влиянием треугун материальной природы. Да, но вот если мы вернемся к комментарии Шалупавды к Бхагавадгите, Шалупавды говорит, что только тот, кто понял эту истину, обладает подлым знанием. Это знание подобно огню, который вспыхнув, сжигает дотла все последствия нашей деятельности. А вот, с чего начиналось, что только тот, кто обладает совершенным сознанием Кришны, может понять действия человека, разрешивая себе сознание Кришны. То есть, только тот, кто стал преданным, может понять внутренний процесс, в котором находится йог, преданный. Вот. И этот процесс, он, ну, как нам может показаться, он не примитивный. Да, потому что, ну, видим, что Шалупавды продолжает писать, да, какие там могут возникнуть трудности. Трудности могут возникнуть с тем, что человек может начать стремиться с тем, чтобы просто слиться с бытием Господа. Да. Но внутренняя активная деятельность не подразумевает того, что мы стремимся прекратить свое индивидуальное существование. Да. Оно как раз таки и открывает для нас горизонты для безграничной внутренней деятельности, да, в служении Господу своим умом, да, и различными духовными мотивами, да. 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 Продиктованы желанием еще лучшего служения, еще большего удовлетворения, еще большего совершенного служения, да, вот, вместе с другими преданными. Итак, таким образом у нас есть возможность начать практику сознания Кришны с самой первой ступени, которая говорит нам о том, чтобы заняться духовной деятельностью, нам не обязательно отрекаться от своей природы и от той деятельности, которой мы уже занимаемся. Бхагавадгита дает нам возможность понять, каким же образом можно начать исследовать этому с деятельности ради исполнения долга, да, с бескорыстным мотивом. И, в конце концов, она приведет к тому, что чувство и ум очистятся, и будет все больше и больше возможностей для того, чтобы усиливать мотив служения Богу, получая при этом возможность все больше и больше в очищенные, да, чувства ум и в конечном итоге сердца, да, помещать желание удовлетворить Кришну и в конечном итоге развить по отношению к Богу любовь. Любовь – это активное состояние живого существа, которое направлено на удовлетворение, да, объекта любви, да, без идей какого-то обмена или, ну, корыстной, да, как бы выгоды, да, какой-то вторичной, первичной, вторичной. Вот, таким у нас получилось с вами обсуждение, у нас есть вопросы, не знаю, как вам вообще то, что мы обсуждали, напишите, пожалуйста, мне интересно, было ли вам интересно, было ли что-то полезное, может быть, осталось что-то непонятное, давайте вместе с вами попытаемся получить обратную связь. Всех, кого я знаю, примите, пожалуйста, мои поклоны, очень рад вас видеть. В прошлый раз я закончил трансляцию, потому что мне показалось, ну, что я сказал все, что я хотел, и не было вопросов, но когда я закончил трансляцию, почему-то вопросы уже, ну, после появились. Поэтому я, такая у нас пауза, я ожидаю все-таки, чтобы, ну, не оставить без внимания, если у кого-то есть что-то написать. Да, вся слава, что вы пропаде, спасибо вам большое, что вы присоединяетесь, слушаете. Для меня это очень важно. Формат трансляции через интернет, ну, такой сложный для меня формат, честно говоря. Поэтому мне очень важно, чтобы вы проявляли тоже активность. Я очень вам благодарен. Следующий стих у нас. Ну, он продолжает, да, эту тему. Хорошо, если нет вопросов, тогда я завершу трансляцию. Спасибо большое, спасибо за внимание. Вот мои поклоны. Мои поклоны. Шилбрапада кий-джай. Ши Ниташа Чинандана кий-джай. Шимат Бхагава кита кий-джай. Гор Примананда. Ари-Бор. Ари-Кришна. Прези мои поклоны. Шимат Бхагава кий-джай. Продолжение следует...